Во дворце спорта «Триумф» состоялся товарищеский турнир по волейболу, который организовали активисты молодой гвардии «Единой России». Мероприятие собрало любительские команды из разных поселков городского округа. За соревнованиями наблюдали мои коллеги. Сегодня проходит товарищеский матч по волейболу. Ребята очень нам писали в социальных сетях, чтобы мы его провели. И вот этот месяц, сентябрь, мы готовили для ребят этот матч. Сегодня будет проходить 12 игр. 9 игр будут отборочных, 2 игры в полуфинал и 1 игра в финал. Каждые полгода активисты молодой гвардии «Единой России» организовывают товарищеский турнир по волейболу. В нем принимали участие 9 дворовых команд, которые представляли поселки городского округа – Томилино, Красково, Малаховку и другие. Возраст участников от 17 до 35 лет. Главной целью мероприятия было не только выявление сильнейшего, но и популяризация здорового образа жизни и укрепление дружеских связей среди молодежи. Играет по партии одной до 15. Сужу достаточно просто. Касание сетки, заступ. Никакой второй передачи не сужу. Просто, чтобы ребята почувствовали себя комфортно и получили удовольствие. Очень хорошо справляются. Я даже удивлена. Я думала, будет немножко попроще. А тут такой азарт. Игроки показали мастерство и командный дух. Иван Федоров – капитан команды «Самолет». Волейболом увлекается 5 лет. Свою первую партию в турнире спортсмены закончили победой. Несмотря на то, что турнир дружеский, настрой у команд серьезный. Соперник хороший, уровень средний абсолютно. Мы тоже не считаем себя профессионалами. Настрой только на победу. Будем исправлять свои ошибки. Сейчас обговариваем какие-то, скажем так, тактики, нововведения немного в команде. Есть опасные игроки, будем привлекать их. Участники, занявшие призовые места, получили грамоты и медали. А победителям турнира вручили главный приз – Кубок молодой гвардии по волейболу. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Люберецкое телевидение.